Здравствуйте! Сегодня на уроке мы с вами разберем тему Среднее значение, дисперсия, стандартное отклонение из курса алгебры 8 класса раздела Первоначальные сведения о теории вероятностей и математическая статистика Сегодня на уроке вы научитесь находить среднее арифметическое значение находить дисперсию и стандартное отклонение Для начала вспомним определение статистических характеристик таких как мода, медиана и средняя арифметическая Модой числового ряда называется число, которое встречается в этом ряду наиболее часто Медиана числового ряда – это число данного ряда или полусумма двух его чисел слева и справа от которого на числовой прямой лежит одинаковое количество членов ряда Для нахождения медианы ряд должен быть ранжирован Средняя арифметическая – это сумма всех элементов ряда, деленная на их количество Давайте разберем задание первое Дан числовой ряд вам нужно найти Средняя арифметическая – размах, моду и медиану Средняя арифметическая – вы складываете сумму данного ряда и делите на количество В данном ряду 40 чисел Значит, мы 104, то есть сумму этих 40 чисел делим на 40 и получаем 9,6 Размах – это разница между наибольшим и наименьшим числом в данном ряде Наибольшее число 5, наименьшее 0, их разница будет равна 5 Мода – это число, наиболее встречаемое в данном ряду Наиболее часто здесь встречаются числа 0 и 2 И медианой данного ряда находите ее средняя арифметическая То есть 2,5 плюс 2,5 делите пополам – это будет 2,5 То есть средним арифметическим данного ряда является число 2,6 Размах равен 5 Мода равна 0 и 2, а медиана равна 2,5 Задание второе В таблице указано количество книг, прочитанных каждым из учеников за летние каникулы Вам нужно найти средняя арифметическая, медиану, моду этого набора чисел Средняя арифметическая – это и сумма, деленная на количество Мы складываем и делим на 8 на количество И получаем 5,1 Ведь в десятичной дроби это будет 5,125 Чтобы найти медиану данного ряда чисел, нам нужно упорядочить То есть записываем от 0 до 10 в порядке возрастания Количество чисел четное Поэтому нужно взять среднее арифметическое двух чисел, стоящих в центре 5 плюс 6 деленное на 5 Это будет 5,5 Это равна, медиана равна 5,5 Мода – это число, которое повторяется чаще остальных В данном случае это число 8 И записываем ответ Среднее арифметическое равно 5,125 Медиана равна 5,5 И мода равна 8 Давайте с вами ознакомимся с показателями вариаций Еще их называют меры осеивания К ним относятся размах, дисперсия, среднее квадратичное отклонение Или еще называют стандартным отклонением Ознакомимся с их понятиями Что такое размах? Размах – это разность наибольшего и наименьшего значения ряда данных чисел Дисперсия – это среднее арифметическое квадратов отклонений от среднего значения Называется в статистике набора чисел Далее ниже предоставлена формула дисперсии И стандартное отклонение К равно квадратному корню из дисперсии Давайте рассмотрим задание первое Найдем среднее арифметическое производство пшеницы Найдем отклонение от среднего Найдем квадраты данных отклонений И найдем дисперсию Используя таблицу, используя данные таблицы, вы находите дисперсию У дисперсии есть один существенный недостаток Если исходные значения ряда измеряются в каких-то единицах, например, в тенге То у дисперсии эти единицы возводятся в квадрат В квадратной тенге Избавиться от таких странных единиц Можно, если используя другую характеристику разброса Стандартное отклонение Стандартным или средним квадратичным отклонением числового ряда Называется квадратный корень из дисперсии Среднеквадратичное отклонение несет в себе полезную информацию Теперь мы можем показать, какие из полученных результатов Измерения роста, находясь в пределах интервала Которые мы можем получить, если отложим от среднего в обе стороны от него Среднеквадратичное отклонение То есть с помощью среднеквадратичного отклонения Мы получаем стандартный метод Который позволяет узнать, какое из значений является нормальным То есть среднестатистическим А какое экстраординарно большим или наоборот малым В данном случае мы нашли дисперсию И вы знаете, что среднее отклонение Это есть корень из дисперсии В данном случае мы находим приближенно То есть корень из 47,53 Это приближенно равен 6,9 Размах показывает, насколько велико рассеивание значений в числовом наборе В данном случае у вас по таблице наибольшее значение 47 наименьшее 27 Находим их разницу и разница их не равна 25 Давайте рассмотрим задание второе Покажем на простом примере, как дисперсия характеризует разброс отклонений Возьмем два набора чисел 1, 2, 3 и 0, 2, 4 Среднее арифметическое значение обоих наборов равно 2 Для обоих наборов вычислим отклонения и квадраты отклонений И все данные занесем в таблицу Данные данных таблиц вот у нас с вами предоставлены Дисперсия первого набора это есть 2,3 Дисперсия второго набора равна 2,2 Изобразите на числовой прямой заданные числа и их средние Сравните построение для обоих наборов чисел И сделайте вывод Числа в первом наборе расположены более кучно, ближе друг к другу И к своему среднему, чем числа во втором наборе Поэтому дисперсия первого набора меньше, чем второго Сегодня, ребята, мы с вами научились находить среднее арифметическое значение Дисперсию и стандартное отклонение Всего доброго, до свидания